Всем привет! Вы на канале Hyperion FPV. И сегодня я разберу самые частые ошибки, которые допускают пользователи, которые переходят с iNav на Arduplane. Первая типичная ошибка это отключение prearm check. Это, пожалуй, самая лютая ошибка, которая может встретиться. Ardupilot это вам не iNav. Это вам не это. Понятно. Где можно есть тратки реберны с пиком арминга и автопилот заармится. Вардупайлот более серьезная математическая модель полета. И ему важно, чтобы все сенсоры функционировали как надо. Если один из сенсоров выдает незастоверные данные, автопилот не дает заармить аппарат. Наглядный пример. Вы собрали аппарат и хотите дома проверить, запустятся ли моторы. Вы все подключаете, делаете арм и... Ничего не происходит. Автопилот ругается на плохой AshDope, потому что плохой сигнал от спутников. Ругается на компас, потому что дома куча наводок от магнитных материалов. И что вы делаете? Да, вы отключаете prearm check. Но выходя на поле, забываете включать. В итоге на поле вы не дожидаетесь полноценной инициализации инферциальной системы автопилота. Что приводит как минимум к получению изрядной порции адреналина от экстремального запуска. И как максимум к потере аппарата. Итак, первая ошибка это отключение prearm check из-за ошибки сенсора, с которой вам лень разбираться в поле. Этого делать нельзя, ни в коем случае. Нужно разбираться с причиной, а не следствием. Давай, друг! Давай, давай! Наличие или отсутствие компаса. Ох уж этот холивар. Да, самолет может летать без компаса, в отличие от коптера. Но я считаю, что компас обязан быть на самолете, если планируется использование автоматических режимов. Таких как тайков, или круиз, или ртл. Возврат домой по-другому. Почему? Предлагаю просто прочитать официальную документацию и не выдумать ничего самому. То есть в режиме тайков пишется, что начальный курс задается самолетом, когда начинается самолет процесс тайкова. И крайне рекомендуется иметь включенный и правильно сконфигурированный компас. Да, наличие компаса требует всего два условия для его нормального функционирования. Первое, это удаление компаса от магнитных полей, такие как силовые провода, по которым текут большие токи. И магниты, которыми фиксируются крышки. На самолете выполнить эти два условия проще паренной репы. Второе обязательное условие, это калибровка компаса в поле. Не дома. Проверка вибраций. Айнаф относительно лояльно относится к вибрациям, которые передаются на полетный контроллер. Чего не скажешь про Арду Плейн и Арду Коптер. Но принцип Айнаф работает и Арду должен полететь неправильный. Перед первым взлетом обязательно запустите двигатель на полный газ с тем пропеллером, с которым вы будете летать. Считайте графики, проверьте вибрации. Если они превышают 15 метров в секунду в квадрате, это плохо. Если еще и возникает клиппинг, это просто ужасно. Необходимо или сбалансировать пропеллер, или менять. Также необходимо укладывать провода, чтобы они не долбили по полетному контроллеру. Иначе вы получите вот это. Проверка возврата домой отключением аппаратуры. За этот способ блогерам, которые так демонстрируют проверку возврата домой, должна быть приготовлена отдельная комната в Аду. Проверка возврата домой делается только активацией такого режима переключателем с пульта. Потому что если вы криво настроили компас, то домой аппарат не вернется. А пока вы судорожно включаете аппаратуру и тупите, почему она не запускается, пока возвращаете все стики в нейтральное положение, может пройти слишком много времени, и вы окончательно потеряете аппарат. Режим Manual, как и возврат домой RTL, всегда должен быть под рукой. Вы всегда должны уметь и иметь возможность на ощупь быстро включить или возврат домой, или ручной режим. Поэтому лучше всего настраивать переключение режимов на тумблеры, а не шестипозиционный переключатель. Да, выглядит переключение удобно этим шестипозиционникам, до тех пор, пока экстренно слепую не потребуется включить нужный режим. Дизарм тумблером. Пользователи iNav привыкли дизармить и армить самолет или квад тумблером, и также настраивать R2Pilot. Разница лишь в том, что iNav и Betafly, опять же, можно прямо в полете заармить аппарат, потому что там примитивная система стабилизации. В R2Pilot обратно заармить не даст приармчек, который должен быть включен. Поэтому в случае с R2Pilot единственно правильный способ арминга, это арминг рудером. Причем особым параноикам, которые боятся задизармить аппарат во время спуска по петле с нулевым газом, его можно настроить так, чтобы дизарм не работал вообще. Делается это настройкой арминг рудер равной единице. То есть арминг only. Если арминг рудер равен 2 арм о дизарм, то можно рудером как заармить аппарат, так и задизармить. А для экстренной остановки мотора гораздо лучше использовать функцию Motor Emergency Stop. Для этого назначается на нужный канал радиоуправления RC Option равный 31. Пожалуй, это основные ошибки и грабли, на которые либо я сам наступил, либо наступали коллеги в чате, в Телеграме, с которым я общаюсь постоянно. Надеюсь, кому-то это видео будет полезным, кто-то сможет не набивать свои шишки, воспользуются моими, нашими. Если это видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok